доброе утро я уже все проанонсировал я вас представил хорошо расскажите пожалуйста поподробнее что это за проект что он себя включает как шла подготовка такое событие что для города новосибирска важное эпохальное нам приезжает всемирно известная находка мамонтенок известный как мамонтенок Люба найденный в вечной мерзлоде в Юмале это все проходит в рамках обмена выставками между нашим музеем Новосибирским государственным краеведческим музеем и музейно-выставочным комплексом имени Шамановского в городе Салихвард Галина а к вам какие экспонаты поехали в обмен у нас уже экспонаты побывали великолепная выставка Черная Африка побывала у нас да вызвала большой ажиотаж и очень понравилось и мы очень рады что именно вот в ответ мы послали в нашу выставку с мамонтенком расскажите поподробнее вот об этом самом главном экспонате мамонтенки Люби да и почему Люба обычно говорят леневод назвал мамонтенка Люба в честь своей жены нет есть такая легенда да и причем не легенда это общественное мнение даже в чеке пенье написано именно так а вы жену видели нет она знает вообще об этом но она не сильно обрадовалась сразу по порядку да в 2007 году альневод Юрий Худи на полуострове Ямал в долине реки Юребей нашел вот тушку мамонта замороженного и немножко такая вот может быть история которая говорит о том что такое Ямал у нас дорог может быть вы знаете нет это огромное пространство пространство тундры нет связи там ему пришлось больше суток ехать только до ближайшего поселка чтобы сообщить о находке до порта да он ехал оттуда уже позвонили в Салехард собрали экспедицию наши сотрудники выехали срочно но все что касается как находили и вообще о Любе можно и фильм посмотреть кто интересуется мамонтенок застывшего времени телекомпания National Geographic сняла такой фильм именно о мамонтенке великолепный вот Любой назвали ученые в честь жены Юрия Худи взяли список специально всех его детей у него обычно это семьи многодетные у него 8 детей и сначала вообще думали что это мальчик хотели назвать Юра Мантенок Юра так обычно и бывает когда ждем детей да на самом деле это практика распространенная дают такие вот имена чтобы они были легко запоминающимися озвучными а тут тем более Люба это любовь например в Гонконге была у нас выставка которая вот так вот и называлась я люблю мамонтенка Любу на английском языке она звучала но сердечко такое великолепное попадание а это не этот вот фильм где мамонтенок пытается спасти цветочек ну может быть это мультфильм я не знаю мультфильм да это не об этом мультфильмы о Любе есть но их делали в Чикаго музее но они такие вот с научным по текстам поэтому тот мультфильм не про Любу который вы говорите какие еще есть интересные вот экспонаты до выставки кроме Любы ну вообще мы везем не именно мамонтовую фауну потому что мы считаем что мамонтенок это не только такой вот хорошо сохранившиеся животное ледникового периода но еще и проводник рассказывающие и миру и России о Ямале поэтому мы показываем через тему мамонтов вообще чем живет Ямал и особенно этнографию потому что это наша гордость что наши жители местные именно коренные жители они ведут традиционный образ жизни и сейчас и это очень здорово то есть как они допустим ткачевали в чумах как они ходили в своей национальной одежде так они живут и сейчас это здорово поэтому у нас такой большой блок выставки посвящен этнографии то есть предметы быта какие-то одежда красочные красивые теплые предметы быта археология тоже очень удивительно потому что Ямал это экстремальная территория даже сейчас однако восемь тысяч лет назад люди ее уже заселили то есть А тогда было еще экстремальнее да наверное? Ну периоды там бывали конечно где-то потеплее где-то похолоднее но однозначно очень тепло и комфортно не было Что касается Любы мамонтенка я так понимаю это очень важная находка вообще да без преувеличения мы говорим что это самое уникальное в мире окно в ледниковый период называют да потому что каждая новая находка это своеобразно от ночи с которой заглядывают ученые чтобы что-то рассказать кроме там наскальной живописи никаких свидетельств нет поэтому обо всем нам рассказывают только находки и чем находка полнее тем больше можно что-то взять у меня говорят хорошо очень сохранилась очень хорошо но и лучше сохранилась из известных находок 42 тысячи лет геологический возраст то есть только она пролежала в земле сохранилась великолепно то есть в мире насчитывается всего три наиболее полных находок есть еще фрагментарные например голова и передние ножки и это для ученых уже радость большая а тут полные да полные в 77 году мамонтенка Дима нашли магаданская область в 88 году Маша тоже полуостров Ямал и сейчас Люба полуостров Ямал но из всех этих трех находок она лучше всех поэтому вывод делаем почему нужно обязательно посетить эту